привет друзья на связи андрей жариков сегодня у нас будет интересная беседа с опытными сетевиками среди которых даже есть руководитель собственной компании и так на связи виталий мироевский привет виталий а также альбина абу назарова привет альбина да ирина красовская привет итак ребята мы с вами собрались чтобы пообщаться на тему инвестиций и вообще бизнеса в интернете и насколько я знаю у вас выработалась определенная интересная концепция вот вначале я передам тогда слово виталию если у альбины или у ирины будут по ходу рассказа скажем так тоже какие-то мысли пожалуйста тоже делитесь итак виталий предоставляю слово в чем состоит ваша концепция добрый день посмотрите буквально пару слов я себе скажу с 2011 года я познакомился с индустрией сетевого маркетинга и соответственно с инфобизнесом скажем вообще 2009 года находился в каком-то поиске в интернете именно заработков и возможности долго не мог найти и в 2011 году когда все-таки я как мне показалось нашел я был очень счастлив и мне казалось что я даже именно нашел вот эту ключик от коморки папа карла который меня реально приведет в какую-то новую жизнь и первая моя компания была продуктовая я очень кстати благодарен это была большая компания на сегодняшний день с очень громким именем может кто-то знает это джанес но когда я скажем входил в этот бизнес это еще была компания forever freedom international это были биодобавки в топливо я просто был безумно счастлив но учитывая что это все-таки был первый мой опыт я конечно же не имея вот именно должного такого видения я вроде бодро начал но закончил я не бодро и постепенно как бы из-за того что наверное все-таки продуктовый бизнес он сложный надо учесть что это логистика и не всегда на хорошо работает да потом продукт на котором все время получаешь какие-то результаты не всегда это у всех получается даже получать результаты и в конце концов человек просто начинает тупо работать на склад да принципе со мной что-то было уже нечто подобное и в какой-то момент мне показалось я не хочу больше заниматься вот этим складским сетевым бизнесом и конечно я начал искать других возможностей и уже скажем по моему это был конец 2012 и начало 2013 года в мой мир уже внутренне пришли такие компании которые давали инвестиционную составляющую и я подумал что это вообще что-то неимоверно очень крутое действительно просто можно скажем куда-то инвестировать свои деньги они приносят тебе пассивный доход это реально клёво я даже уверен наверное андрей что большинство твоих подписчиков это вот примерно эти диваны инвесторы которые любят куда-то проинвестировать и чтобы деньги работали на не да но вот скажу сегодня 2022 год можно посчитать 10 лет прошло и как ни странно я не нету этих компаний в которые я вот инвестировал деньги кстати у меня за плечами немало оказалось этих компаний при том я там даже в некоторых был топом два раза даже топом номер один в снг и и сегодня ты знаешь все в скаме это вот я как раз продолжу твою мысль ты вот начал сказал что начал с продуктовой компании ведь джанес работает до сих пор большинство продуктовых компаний также работают до сих пор а если оглянуться на рынок инвестиций как ты сказал за последние 10 лет там ну как выжженное поле именно выжженное поле как я считаю золотыми трупами еще знаете как бы я начал искать причины почему почему это именно так происходит и ответ он практически уже лежал на поверхности большинство людей просто не имеет самых обыкновенных навыков инвестирование а учитывая что с 2015 года я уже плотно занимался исключительно крипто компаниями то есть всеми компаниями которые имеют именно крипто направления то есть цифра меня вообще очень сильно как говорят увлекла за собой и я сегодня понимаю что хотим и того не хотим но мир цифруется все цифруется то есть блокчейн дал просто неограниченные возможности для всего человечества и когда-то кто-то сказал что каменный век закончился не потому что закончились камни а просто наступили или пришли на смену другие технологии как-то это все в свое время во мне отложилось и конечно же вот это крипто индустрия я понял что это то направление за которым будущее ну опять в этой же крипто индустрии как оказалось существовало тоже кучки людей не очень добросовестных которые создавали эти казалось чудесно крипто проекты и сегодня опять же мы сидим вот здесь все и прекрасно понимаем что в итоге с этими крипто проектами стала так вот почему сегодня например я хочу присен претендовать именно вот ту форму которую о которой мы в дальнейшем сейчас будем разговаривать потому что я понял что человек прежде чем куда-то инвестировать свои деньги он должен для начала хотя бы обрести какие-то базисные знания то есть чтобы он четко мог отличать биткоин от битховена понимаешь это это очень важно сегодня и мой последний опыт в последней компании показал что как раз 85 приблизительно по статистике процентов людей они не знали представь даже как открыть крипто кошелек но при этом это был крипто проект и не все туда закинули с удовольствием деньги там какие-то стояли технологии за этом за всем и когда мы уже конкретно начинали работать с людьми мы четко поняли просто страшнейшая безграмотность и вот на каком-то вот этом этапе вот я с альбиной уже знаком не первый год мы пришли к выводу что надо что-то делать какое-то такое существенное и полезное то есть и просьба чтобы еще на этом можно было хорошо зарабатывать и идея создать именно продукта обучающий обучающие людей именно к ряду тогда да просто создать какую-то обучающую платформу дать какой-то реальный обучающий продукт или продукт в дальнейшем которые действительно будут ну по крайней мере завесу эту снимать криптоиндустрии и человеку давать не знаю такие понятия которые может потом в дальнейшем применять и он не будет просто идти вот прям за человеком а у него все-таки разовьется какое-то критическое мышление какой-то анализ и он уже будет осознанно принимать решение ну согласись это же намного приятнее когда потом человек не перекладывать на кого-то эту ответственность что он где-то потерял деньги он уже четко понимает что там такая-то допустим криптовалюта там такой-то блокчейн там например такая-то технология все это как-то вместе соединяется чего-то получается хорошо виталий я просто не хочу чтобы у нас получилось что только мы с тобой вдвоем разговаривали я подведу к альбине я же к этому и иду пойми просто хочу сделать плавно и вот когда мы с альбиной уже скажем в этом общении пришли к этому выводу альбина ведь за плечами своя компания при том эта компания которая именно людей учит она людей учит в интернете вот этим всем первичным основам там как сделать ролик как там например создать сайт там еще что-то и и компания это успешно она работает более трех лет недавно было день рождения компания использует матричный маркетинг и ты знаешь я тебе скажу я не любитель матричного маркетинга ну учитывая свое героическое прошлое но я знаешь пришел к выводу что на самом деле матричный маркетинг это очень устойчивая система она не может ну как бы разрушиться она может где-то приостановиться но опять же при правильном просто когда ты человеку что-то даешь и он получает что-то взамен это это очень справедливая система распределение денег я имею ввиду справедливо по маркетингу и конечно когда уже мы с альбиной вот это все состыковали альбином ну скажем она именно настояла на том чтобы в этой системе обучающей был именно матричный маркетинг поэтому я теперь хочу передать уже есть слово потому что все таки битекс клап так называется наша обучающая платформа она будем считать все таки ее детище а я всего лишь скромный консультант или там я не знаю может быть бизнес-партнер не скромничай совсем уж не скромничай добрый день друзья во первых я хочу поблагодарить андрея что он пригласил на эту встречу к себе в гости и хочу на самом деле продолжить то что сказала виталий абсолютно с ним согласна что вот 10 лет в сети виталий да я 12 из 12 5 лет я была оффлайн на земле продуктовой компании и когда зашла в интернет конечно было очень много для меня незнакомого никто мне ничем не учил методом тыка как-то знаете вот освоила интернет скажем так но если мне кто-то обучал профессионально может быть я быстрее бы да достигла больших результатов но попадались такие люди которые просто бесконечно помогали мне всегда казалось почему нет культуры обучения в интернете да вот потому что люди заходят в интернет и теряются не знаю что делать потому что все слышат что в интернете можно зарабатывать деньги как и где никто как бы за это не взялся естественно я тоже была инвестициях как все кто же там не был тоже двух компания была топом потом я получила жуткое разочарование потому что не от того что я плохая или люди которые меня пригласили плохие просто сознать создатели руководители оказались такими людьми которым важно сегодня и сейчас собрать деньги потому что они знаете почему они поняли что сетевики очень любят большие проценты очень любят большие проценты я хочу сказать инвестиции есть и были будут всегда да но наши люди сетевики ведь не не хотят смириться тем что 10 процентов годовых это нормально для америки там для других стран это нормально сетевикам как-то это очень мало я всегда есть портфели такие тоже инвестиции конечно пролетала я тоже неоднократно хотя проверял и физически бизнес заходила все что-то случалось один момент у меня наступил такой момент я просто перестала доверять каким-либо руководителям какие-либо компаниям но так как бывших сетевиков не бывает я решила как бы создать один раз и навсегда такую компанию где наших людей сетевиков могут научить как ориентироваться вообще в интернете поэтому мы набрали такую большую популярность нашей компании уже почти четыре года потому что официальный старт мы объявили второго апреля да нам было три года и значит а стартовали мы до этого а и хочу сказать успех моей компании конечно не только вот мой да вот у меня просто была замечательная команда где меня просто во всем поддерживали и со мной смотрели в одну сторону одна из них которая была ирина красовская директором по развитию просто человек который виртуозно владеет скажем так всем маркетингом у меня вот как-то я визуально так вот вижу да она изнутри знает как составляться эти скрипты и анализ для нее сделать с полпинка поэтому поддержка была очень хорошая и мы продвинулись очень хорошо и я поняла что мир цифруется криптовалюта она есть это уже неизбежно вот знаете вот это вот уже фиатные деньги они как бы любом случае через несколько лет через пять-десять лет останутся как бы прошлом да вот а как народ научить как и что с этим делать естественно у нас пришла идея а тем более меня конкретно поддержал тоже виталий и другие тоже ключевые лидеры ирина татьяна которые со мной ездят и мы открыли такую прекрасную платформу битвик склад где есть замечательное обучение крипто грамотности я попозже хотела чтобы виталий может об этом немножко тоже рассказать но хочу сказать мы очень можем на рынке выделиться тем что у нас самый лучший маркетинг план сейчас не хочу я пиарить маркетинг план или что моя компания на самый лучший да может есть другие тоже маркетинги самое хочу важное донести до вас потому что сейчас очень крупной сильный хайп на матрице открывается однодневки прямо знаете вот открывать и за этим конечно наблюдаю и выжидая свое думаю когда же народ поймет что однодневки или где им много чего обещают бежать прежде чем бежать надо сесть и просчитать что предлагает и кто предлагает поэтому я хочу сказать мы свое имя завоевали на этом рынке если кто не знает узнает чуть попозже тоже нас потому что мы взяли очень актуальную тему научить людей крипто грамотности у нас очень очень популярна ну очень такая красиво упакованное обучение я не могу не могу сказать это самый крутой да но первый язык человек у нас может получить и и поэтому он виталий я хотел у тебя спросить как тебе вообще наша обучающая программа скажу пожалуйста мнение вот мне очень важно свое это я могу хвалить я люблю критическое мышление я считаю что обучение качественное скажу что сам курс наверное он стоит хороших денег тем более человек который этот курс собирал и воедино прям по по полочкам и мало того он его озвучил он его виде лекций подает он стоит я думаю больше тысячи долларов это однозначно сам просто курс вот да курс хороший есть конечно в курсе я бы не сказал что это минус он просто немножко скажем записывался не помню в году или восемнадцатом или девятнадцатом немного другие цифры но цифры они скажем не столь важны потому что скажем капитализация сегодня криптомира более двух триллионов долларов это реально с ума сойти когда я начинал но это были миллиарды когда человек записывал этот курс это было 200 миллиардов то есть она была в два раза капитализация рынка меньше чем компании apple а сегодня это два триллиона пять раз больше чем когда-то у apple ну apple тоже правда на месте не стоит виталий я сразу задам вопрос а вот и многие мои подписчики наверняка тоже со мной согласятся я вот свое знакомство с криптой получал опять же в ходе работе работы в разных проектах да где-то понадобилось там завести bitcoin кошелек посмотреть какие-то ролики обучающие так далее то есть я вот не именно платное обучение по крипте я никогда не покупал мне достаточно было той информации который например на ютубе бесплатно вот сразу возникает вопрос вот ты говоришь что там действительно такое качественное обучение что там действительно есть такая информация которую не найдешь про крипту который не найдешь бесплатно нет я думаю что всю информацию при желании когда у человека реально огромное желание найти можно и ты знаешь когда я ведь тоже жизнь заставила меня до самообразовываться потому что у меня в первом в одном из проектов вывод был на платежную систему пейза я вывел на пейзас пейз был только вывод на биткоин и я просто это меня вынудило познакомиться с этой транзитной на тот момент как мне казалось монеты и я в нее вышел все вот так состоялось знакомство я тебе скажу андрей за годы я все равно и настолько человек ленивый вот в этих всех познаниях что я сер ну знаешь до какого-то уровня я лажу смотрю но все равно я полностью чтоб целиком нет и я тебе скажу что таких как я даже единицы остальные они максимум ну bitcoin посмотрел как открыть кошелек посмотрел как зарегистрироваться на бирже посмотрел как завести депозит посмотрел вывести посмотреть и все все он уже криптоэксперт начинаешь с ним разговаривать там прям до мозга костей понимаешь он знает и владеет айсио айдио и так далее но ты начни спрашиваю так что такое идиот не знаю точно начинает что-то по-своему лепить но он не знает конечно и вот этот курс который у нас есть он заметь человеку скурпулезно это все собирал мало того он очень простым языком о сложных вещах это доносит его смотреть спокойно его смотреть удобно вразумительно то есть он хорошо заходит он это все под еще этими какими-то рисуночками аппликациями и я тебе скажу что для меня лучше отдать на сегодняшний момент если бы я тебе скажу тогда 2015 году мне кто-нибудь предложил бы этот курс за 35 баксов я тебе отвечаю просто не думая купил сел бы и просто неделю без сидел и был поглощен этим всем а так ты знаешь мы ковырялись искали не каждый еще блогер качественно ну подаст информацию и ты где-то я из-за того что я не знала что такой блокчейн не знал что такой биткойн я была в одной компании где у меня были биткойнах начисления мне сказали выведя их оттуда я думаю куда вывести как вывести я своему знакомому звоню андрей ты наверно понимаешь османа кучу такой вот что с ними делать это это что-то и я их выводила каждую неделю порядке я не знаю по одному по полтора по два биткойна я выводила но я не знаю ни адрес кошелька не как это вот куда вот я уверена что куда-то на деревне дедушки ты их вывела где-то они лежат вот потому что я не понимал мне этом никто не учил вот на самом деле из-за того что вот эти моменты я прошла сама я решила как бы лучше многим не дать вот знаете вот пусть лучше они на чужих ошибках научиться чем они будут повторять потому что на самом деле сейчас сетевая индустрия она набирает обороты потому что мир поменялся все поменялось люди стали понимать интернет ритейл побеждает все перешли в интернет понятно да но а тут уже как бы знаете конечно мошеннических схем тоже очень много очень много вот этих знаете этих есть инфо цыганов тоже но а вот так вот где нормально где могут пошагу дать обучение да еще на этом зарабатывать рекомендации до реферальной системы человек может нам зайти учиться никому ничего не рекомендовать ради бога это его выбор да а если он еще порекомендует у нас наш потрясающий маркетинг план и я бы хотела бы знаете вот еще передать слово линиям красовская да потому что это человек который сети тоже очень опытный и она маркетинг как намного быстрее очень сильно разбирается а скажем так и почему она засела именно матричных направлениях и просто прямом эфире и хочется тебе задать такой вопрос почему и принципиально идешь только матрица вот и вопрос да почему я тоже это интересно между прочим я попробую рассказать всем здравствуйте не буду рассказывать всю историю да меня зацепил один момент когда виталия там прошел сетевую с продуктовым да примерно такая же история в один день я поняла что шампунем можно мыться без воды да в ванну заливать шампунем и ну то есть а денег как не было ну не то чего я ожидала причем проводится колоссальный объем работы это просто ну это действительно очень трудоемно складирование товара да но это же это что-то нереальное и вот у нас случилась развилка да у тебя в ты пошел в инвесты я зацепил матрицы я зацепил почему я все-таки знаю не понаслышке я уходила из матриц тоже да ну то есть у меня тоже такая очень интересная своеобразная история я ребят самом деле я прошла здесь все что здесь можно пройти да ну вот я настолько причем я изучала все где бы я не была но я такой человек у меня меня нет хобби почему потому что если вязать крючком мне интересно только до тех пор пока я не пойму как этот процесс происходит то есть либо там я не знаю выпиливать по дереву но это я тоже умею то есть или ну все же я и короче и пашет надо и коней становится меня с одним человеком да я действительно вникаю в то что я понимаю да что что как происходит этот процесс и как только я поняла происходит этот процесс не становится это не интересно да вот но у меня так по жизни вот единственная любовь моей жизни это случилось да это это мои дети так уж случилось это матрица все да почему сейчас объясню ну то есть вот это почти равноценно потому что матрицы помогают обеспечивать мне моих детей и на любовь помогает обеспечивать другую любовь и любовь все у нас такая взаимосвязанная любовь да можно еще я тебя тоже при мужчине перебили я тоже во-первых я хочу сказать ирина тот человек который при рекрутировать куда-либо невозможно она сама находит и сама приходит так получилось у нас не тоже четыре года назад и невозможно рекрутировать я никогда не лечу я предпочитаю где поле непаханное потому что я понимаю что я его спошу и я буду с этого иметь а пахать я умею как можно в этом раньше говорить так вот почему матрица но когда-то я была новичком вообще ничего не понимала ну понятно купить на сайте в сетевухе это одно это то же самое как в интернет-магазине я так пренебрежительно сетевуха пускай там мы ломщики не обижаются да и ну то есть это одно есть есть какое-то доверие да ну то есть что вот вот в официальной компании ты что-то покупаешь тебе там уйдешь в этот центр да берем принимаешь свой заказ и как бы ты ничего не теряешь вот когда я столкнулась с матрицами это было вообще нечто во первых я не понимала блин как как такое возможно да какие-то домики столики эти откуда там деньги и чё куда я какой перфект ребята алло свои кровные да кому-то куда-то непонятно в какую систему для меня это был такой шок взрыв в моем мозге но меня спасло спасла вот я до сих пор благодарна этой девочке да она тоже белорусская да и думаю ну блин мы же свои землячки неужели ты меня кинешь родная так не бывает ну вот и она мне ну то есть начало все вот это постепенно поэтапно объясняет то есть вот то что мы создали школу дам которая виталия они говорили бина да если бы мне дали эту школу тогда когда я ну то есть по крупицам вот это все собирала но это бы мне настолько сэкономило времени сил и денег да что когда все в одном месте и и но у тебя есть готовые инструменты для для чего для того же рекрутинга да это если если говорить о реческом то есть это материалы которые ну обладают ценностью там но я подсчитывала порядка пяти тысяч долларов да а вот но на самом деле если по отдельности покупать вот эти все курсы вот что же касается вообще матриц да почему именно вот говорю это у меня был и копирайтинг и фриланс все это изучала да и классика млм тоже были статусы и там ничего только не было были у меня хайпы и инвестиции да целых два года я имею опыт ну блин я вот как я такая наивная ребят вот честно да я когда куда-то прихожу я всегда без этого я верю мама дорогая первая моя матрица lucky home все у меня недвижимость на кипре мама дорогая я уже лежу загораю под пальмами да я строю эту сеть с утра до ночи я тащу этих то есть людей да я их не приговариваю я их воодушевляю мотивирую я же сама горю до бизнес гореть надо не я не понимаю куда да я не знаю как вы куда-то куда эти матрицы там летят они еще делящиеся да это сейчас бы мне показали пока я слишком ленивая для таких матриц там я пахала и вот этот народ который приходит сеть да и вот с этим сталкиваться я просто себя оставлю на место и вот когда до меня дошло до да насколько все может быть проще если дать людям эти инструменты да ну то есть это действительно польза потому что если я не приносу пользы ребят нахрен я вообще живу да то есть для меня важно чтобы была какая-то основа поэтому я вот альбина говорит сейчас хайп на матрице хайп на матрице был всегда ну давайте будем откровенны потому что это тоже непаханное поле для людей которые уже как я понимаю да как складывается товарооборот в этих матрицах какие колоссальные деньги можно иметь при небольших вложениях и которые пользуются да вот не грамотностью таких людей как я была когда на и то есть обе все вот эти ожидания завышенные обещания приводят к тому что люди разочаровываются вообще уходят из сети говорят шуму ребят вы тут все фуфло впаривать ну давайте разделять да одно от другого есть действительно стоящие как инвестиции где не завышенный процент и реально под основе под собой имеют реальный бизнес так и матрица который также как и млм имеют свой продукт несут пользу людям но имеет потрясающий маркетинг план да устойчивость именно матричной системы когда она грамотно выстроена она может работать десятками лет и матрица не может остановиться ребят ну то есть продукт перестал бы быть интересен да и и поэтому ну то есть он уже не актуален на сегодняшний день и поэтому люди перестали его перепродавать скажем так и то есть если взять по отношению к тому же классике сетевого бизнеса да там продукт который тоже постоянно обновляется да тот же шампунь какие-то новые формулы тоже помада либо там добавки какие-то да ну то есть это же вы же понимаете почему они живут потому что они постоянно обновляют ассортимент да но там блин это конечно клево классно там денег мало почему там ну колоссальный объем работы потому что приходится логистика да то есть опять же обновление этого ассортимента складирование ну и так далее то есть в сеть идет ну максимум там 25 процентов а 65 на возобновление вот этого товарооборота чтобы уж было что продавать а в матрица как раз-то наоборот то есть я вкладываю те же силы да но заметьте насколько больше я могу иметь денег да по отношению к классике опять же да когда человек особенно новичок как я когда-то который не понимает что там что там эти вот бетховены да там и ну и все остальное приходит господи сайте с ума какие-то сумасшедшие люди да это все нереально но надо признать действительно на сегодняшний день это будущее случилось еще там пару лет назад просто некоторые не осознают это до сегодняшнего момента я не удивлюсь если эти вот мы помните когда пластиковые карточки только начали в банкоматы вводить всем какие-то ну тоже привыкли бумажки шебуршат кошелечки бы немножко стать ирина с тобой поспорить она и думаю веселее это будет потому что чтобы не думал что мы тут сидим и просто что-то пытаемся задвинуть 4 но собрались и как-то вот понимал я не люблю спорить да и никогда никому ничего не доказывают человек имеет точку зрения согласна я говорю что я хочу выразить точку зрения кстати она не моя а это статистика что 95 процентов людей они не активны реки они не активны это раз и соответственно почему и сложилось у многих как раз такие аудитории большие огромные аудитории именно состоящий из пассивных инвесторов то есть диванных инвесторов и поэтому мы можем здесь много рассказывать ну вот это вот все ты же понимаешь активно там я то все но вот аудитория андрея я просто не просто так же это все девчонки вы должны меня четко понять она сугубо специально ориентирована и я бы хотел чтобы эта аудитория немножко получила другой посыл я вам скажу просто для меня всегда ценно и люб для любой вообще компании это важно конечный потребитель я понимаю что многие всегда ставят маркетинг на первое место они очень это знают любят любит всегда об этом рассказывать но вы поверьте деньги приходят в любую сеть от конечного потребителя есть не конечный потребитель не получает что либо взамен то тогда он либо гонятель воздуха и строитель финансовых пирамид либо он заранее мошенник то есть он специально я и говорил что продукт должен постоянно обновляться да то есть для того чтобы даже матрица жила продукт был качественный можно я тоже мешаясь тогда дело в том что наверное и не только матрица на английском очень много хороших маркетингов тоже я не исключаю и инвестиции в том числе тоже можно найти при желании кстати я хочу сказать вот то о чем мы вот говорили да что мы сейчас создали обучаемую платформу бит их склад там можно не только обучиться можно зарабатывать при желании для чего мне надо научить обучить эту аудиторию скажу честно дело в том что это всего лишь платформа дальше у нас есть большие планы часть я хотела бы об этом немножко что рассказал виталий есть у нас большие планы продвижения далеко вперед да и также хочу сказать там есть инвестиции тоже понятно да но нам надо что было осознанных людей больше и к сожалению немного но мы можем давай расскажем как раз мы хотя бы хоть хотя бы чуть-чуть можем научить людей чему-то и более-менее подготовленных людей вести дальше потому что про куда мы дальше двигаемся про перспективы я выступил на самом деле на на виталию потому что мы с ним все моменты обсуждаем и как бы у нас есть движение вперед куда скажет вот вот вы посмотрите да для того чтобы человек пошел дальше во первых он должен научиться во вторых чтобы идти дальше у него тоже должны быть средства и когда человек приходит там то есть 35 долларов но где он что сделает каких-то а достать из семейного бюджета из кошелька не каждый может поэтому матрица да это как раз то та возможность я с тобой здесь полностью согласен что как раз возможность получить хороший продукт да обучиться порекомендовать и на рекомендации заработать тот капитал первоначальность которым можно уже инвестиции эти они так как люди вот это финика и т.д. и т.п. закладывали квартиры да у нас где все правильно я здесь как бы тебя ирина поддерживаю не случайно был вы именно выбран именно матричный маркетинг потому что это всегда низкий порог входа и большие возможности то есть для того чтобы научиться грамотно инвестировать правильно она говорит то есть человека должны быть средства они просто он где-то пошел занял с дуру потому что ему кто-то порекомендовал да пошли со мной птичка я знаю где много вкусного заложил хату там или еще что-то тачку свою продал нет вот здесь заработать риски есть всегда везде компания государственная закрывается но мы сидели конечно уже риск точку просто поставить может тут очень много еще фишек таких вот ментальных да которые сидят у людей да ну ты говоришь вот люди пассивные 95 так получилось люди не хотят учиться пойми здесь да ну то есть но я знаю технологию чтобы скажем так их смотивировать учиться вот смотри я сам по себе человек наверное только после когда со мной в жизни кое-что произошло у меня появилась тяга к самообразованию и к личностному росту до этого я страшно не любил учиться поэтому ну в институте я в основном прогуливал думал только девчонках там еще о чем-то и проходишь уроки да так вот смотри в чем вообще фишка почему люди не хотят учиться ну а тем более еще заниматься каким-то типа самообразованием ну потому что вот изначально у них такая внутренняя сущность представь и мы не можем это изменить но что я заметил как только человек попадает в какое-то сообщество в какой-то социум где есть что-то на сегодняшний день заметь трендовое интересное то есть это не просто вот ребята пошлите поучимся английскому языку да или пацаны девчонки я вам предлагаю поучиться как мы будем там людей там исцелять или еще что-то вы знаете на сегодняшний день не вставляет но сегодня все же понимают что сегодня тренд это крипта ну блин она реально уже тренд когда я начинал она только начиналась а сегодня уже об этом говорят практически все а сама красноречиво об этом говорит капитализация этого рынка всего-навсего если уже такие извините как илон маск если такие люди как ну скажем которые владеют сегодня банками сегодня заходит скрипту это лишь говорит о том что это огромный тренд и конечно можно пройти мимо всего этого а можно все таки большого пирога просто всегда откусывать столько сколько нужно вопрос только как как ты умеешь это делать хорошо виталь значит я вот сейчас ирине еще задам вопрос просто мы немножко широко затронули задам тебе вопрос не будем углубляться в нюансы маркетинга думаю что мы сделаем отдельное интервью где ты как раз можешь разобрать какой-то сравнительный анализ именно разных матриц потому что я себя не считаю там специалистом по матрицам и в этом специалист вот в общих чертах перечисли плюсы которые ты видишь в этом маркетинге о том что здесь есть качественный продукт мы услышали от виталия от альбина что действительно в нынешнем мире где крипто становится все более и более популярной людям нужны знания людям нужно образование здесь насколько я понял это есть а вот по матрицам еще вот перечисли пожалуйста именно такие основные моменты но один из основных главных моментов который хотелось бы назвать сейчас очень большое предложение и все вот обещают элемент халявы но иногда усложняются всякими техническими штучками и вот я вам хочу сказать что чем проще маркетинг план чем ближе он к классике тем он более вероятен к исполнению и получению желаемого результата у нас классическая бинарная матрица что такое бинар знают все то есть матрица абсолютно ничем не отягощена нет никаких вот этих клонов что такое клоны ребят я могу часами рассказывать как админы ловят да вот эти деньги чтобы они не на чтобы они осели в этой матрице раз и навсегда которые человек воспринимает в силу особенности мышления воспринимает как помощь там 355 клонов они нас будут ну толкать куда-то они верхним будет толкать ребята да а вы со своими 300 на каждого из 355 нужно два живых привести ну то есть думайте мозгами у нас этого нет да то есть это классический бинар переходящий по ступенечкам то есть есть соответственно у спонсора у любви ну только два свободных места третий партнер он становится вниз то есть переливом это случается так что ты опять начала разложить маркетинг это будет я так думаю андрей отдельная целая передача почему классика вот этого бинарно-матричного маркетинга она лучше чем вот все то что предлагается сейчас да то что вот сейчас модно популярно просто не хочу сейчас ну куда летят скажем где хайпун и почему я не там я хочу объяснить потому что я понимаю что там надо туча людей да а я получу три копейки за это здесь я делаю минимум объема до минимум людей и я получаю максимальную отдачу плюс на 3 3 человека третий человек который может быть даже вот за счет этой бинарное бинарного построения до встречи от пришел ты уже вернул это все всякие ограничения если это там инвестировал куда-то несколько тысяч долларов ты можешь сидеть и париться тем более если они заемные на переживать а верну они верну а кредит надо платить здесь ты ничего практически не теряешь потому что в сильной структуре да ты не успеешь даже может быть ночь прошла да ты уже верну ты еще даже не понял что случилось все и то есть таким образом людей снимается вот эти рамки как ты только перед этим говорил сильном сообществе да люди становятся сильными то есть уходят многие многие страхи ограничения которые мешают людям пойти рассказать эту информацию поделиться с другим все свое верну он получил базу знаний свое вернула бояться не просто простым языком то есть по сути 3 рекомендации я вам хочу привести простите перебиваю друг друга но и для этого есть беседа не без этого вот видите ребята что хочу сказать первая статистика первого дня старта потому что мы не делали никаких пиара нигде в соцсетях это чисто такой круг который зашел было первый день 157 регистрации и 165 выплат в сеть представляете 170 157 человек зашли 165 выплат в сеть почему скажете зашли мало выплат больше потому что один и тот человек много раз уже успел нам получить потому что у нас система сделана так вот битэкс-клаб это возможность для обучения для заработка каждого у нас цели очень глобальны потому что нам надо обучить и осознарод кое-куда вести потому что мы работаем над тем чтобы создать огромное сообщество если нас будет очень много у нас просто из очень много инструментов для заработка о которых я хотела бы сейчас предоставить слово виталику что он детально рассказал потому что он там является директором развития компании я являюсь основателем компании и у нас большие планы там место могут для себя найти и обучающая аудитория и инвесторы и любители криптовалюты и все и как только нас будет много да сообщества когда мы создадим уже осознанное сообщество они вот хайповиков которые бегают сегодня один проект завтра другой проект нет абсолютно чуждо понятно да мы работаем над именем над репутацией над брендом потому что сегодня это очень важно очень важно я думаю еще год про наш клуб будет слышно ну с очень только положительной стороны поэтому андрей я хотела бы виталий тебе дать слово чтобы ты дорожную карту нашу озвучил даты там не расписаны потому что старта официально еще даже не было а питэкс клам матричным проектом это всего лишь платформа для быстрого заработка и для обучения чтобы было у нас движение вперед микрофон тебе виталий ирина тебе спасибо большое потому что я очень хочу когда у аудитории возникнут уже к нам вопросы чтобы четко мы им потом объяснили ира лучший эксперт на сегодняшний день я сама не могу даже хотя создала второй проект да я не могу донести и оспарить какие-то момент наши ирина у нее математические склад ума и на очень хорошо просчитывать поэтому я очень как сказать довольна тем что она есть рядом со мной в создании проекта потому что есть не советуюсь общаюсь и создали гениальный маркетинг план я могу смело сказать да то наш маркетинг план ей аналогов нет вообще нашим маркетинг плану аналогов нет вообще вот это смело могу заявить виталий чтобы не задерживать внимание людей да очень долго я бы хотел бы что ты озвучил куда мы вообще двигаемся и зачем вместе все да спасибо так ну смотрите на самом деле обучение у нас будет реально качественное просто можно было назвать там по пунктам я тебе скажу больше андрей что даже если человек захочет то все бесплатно найти в интернете я отвечаю что на это потребуется очень много времени вот и как альбина сказала бит x club это у нас автономная платформа автономно это значит она может работать непосредственно от того чем еще буду дальше рассказывать то есть она сама по себе может жить то есть она это самостоятельный четкий бизнес то есть платформа где человек получает обучение но если уже рассматривать в масштабе для нас например ну это трамплин это трамплин уже действительно туда где работаешь ты где находится твоя аудитория то есть это трамплин уже к осознанным инвестициям вот и там у нас уже скажем создана создан клуб у клуба есть клубная система то есть мы продаем клубные карты то есть просто так туда человек не попадает просто знаешь какой пришел чтобы пообщаться нет то есть ты знаешь компания не ведь приходит уходит скамятся вот простой пример 10 лет ничего не можем назвать в клуб все-таки человек пришел если он купил клубную карту у нас она покупается один раз навсегда то есть он может уйти из клуба если захочет это не значит что клуб его выгнал или клуб соскамился клуб куда-то ушел он купил один раз и остался навсегда то есть сколько будет существовать клуб столько будет существовать этот человек в клубе что мы делаем в клубе в клубе мы просто подбираем качественные проекты которые очень серьезно подвергаются серьезному техническому анализу то есть там простых проектов у нас нет хайповых то есть мы берем какие-то инвестиционные инструменты и желательно кстати чтобы эти инвестиционные инструменты были с партнерской программы чтобы там люди тоже могли еще зарабатывать эти инструменты мы помещаем к себе на площадку то есть интегрируем свой клуб и человек может просто придя инвестировать в эти инструменты плюс еще развивать а мы как основатели дарим им еще сто процентов от этого маркетинга что мы с них получим назад в клуб это говорит о том что человеку выгоднее прийти через наш клуб они просто прийти скажем в какой-то инструмент далее наверное сегодня все знают что очень серьезным трендом является так называемая аллокации но ты знаешь какие-то проекты когда создаются и требуется дополнительное финансирование соответственно не токенизируется и часть токенов я да я знаю но вот для аудитории для тех кто может быть первый раз это слово я простым языком то есть проекты которые нуждаются в дополнительном финансировании потому что порой создаются именно какие-то глобальные интересные проекты либо это какой-то гейм индустрии либо это финансовой индустрии но они токенизируются и вот эти токены порциями они начинают продавать на разных стадиях то есть первая партия идет это всегда какие-то очень крупные инвесторы прям какие-то супер гигантские фонды и они покупают вот эти токены по какой-то определенной первой скажем цене потом идут фонды поменьше этот первый раунд называется сид раунд бывает еще angel раунд это когда совсем там кто-то очень крутой пришел типа лона маска купил а потом уже дается доступ всем остальным вот наш раунд когда мы заходим в этот проект в какой-либо качественно отобранный называется приват раунд то есть после сид раунда приват раунд и вот на этом раунде мы уже имеем возможность собраться в какой-то единый пул и вместе с фондом а у нас их на сегодняшний день два с которыми сотрудничаем зайти и проинвестировать в тот или иной крипто проект дальше проект проходит стадии ты же понимаешь уже вот еще какого-то токен сейла листится к примеру на биржу да и вот я купил например этот токен за 10 центов он вышел на биржу и даже например продался за один цент и сколько в итоге имею x10 правильно то есть я со 100 долларов например сделал тысячу вот у нас есть такие возможности яду потому что на сегодняшний день если просто человек идет как бы самостоятельно в это при том заметь без всяких еще знаний он где-то что-то услышал он может прийти на ту же площадку где проводятся вот эти все так называемые токен сейлы ему надо либо отстоять сумасшедшую очередь и не факт что он попадет еще на эту покупку либо соответственно будут участвовать каких-то конкурсах и лотереях а ты знаешь что такое лотерея ты можешь просто никогда не выиграть и по и по по факту вот знаешь из всех моих знакомых кто занимался вот этой всей ерундой почти никто никогда не добирался до нормальной покупки понимает викторина викторина который заставляет пройти викторины конкурсы всякие до ответы на вопросы притом такие которые тебе скажу я на сегодняшний день человек с 15 года в крипте я не отвечу там просто можно сломать мозг это нас сидеть с гуглом ты понимаешь ну сразу заходить куда-то в википедию и постоянно отвечать на эти вопросы пока ты на отвечаешься уже все уехала ну по сути нереально нереально попасть вот ну или получить эту возможность у нас такая возможность имеется и теперь потому что еще раз говорю потому что у нас сотрудничество с двумя уже довольно крупными и что мы общим пулом заходим альбина уже произнес альбина надо немножко как бы она эмоционально но я уже это все сказал да смотри вам возникает вопрос вот насколько опытная команда тех людей которые анализируют проекты потому что как раз как ты сказал есть человек сам будет пытаться разобраться велика вероятность что он просто ну инвестирует не туда он сто процентов потеряет деньги я тебе даже скажу что инвестируя с фондами не факт что ты можешь ну прям взять и заработать иначе бы все прям здесь были доллары миллионерами и ты знаешь всегда присутствуют какие-то риски сначала надо понять что такое вот это аллокация называемая то есть аллокация это возможность поучаствовать до примеру так вот у фондов есть своя команда аналитиков я тебе просто скажу тифон с которыми мы заключили партнерство они тоже ведь много-много-много делают вот этого портфельного инвестирования заходя в разные проекты но выстрелы скажем такие реальные возможно 10 2 или 3 до из 20 ты понял 4 или 5 но я назову тебя два проекта это виктория виар и соответственно сидус hero nfc можно забить и посмотреть сколько эти проекты дали иксов один дал икс то второй икс 150 то есть и один фонд и второй они именно заходили в эти проекты и мы с этими проектами ты же понимаешь могли сделать икс 100 икс 150 и скажем есть люди из нашего клуба которые это и сделали смотри получается анализ проектов делают даже не вы там и не члены вашей команды а люди фонда да специалисты фонда именно специалисты фонда а мы уже до конца закончим а мы уже опять же от их подачи делаем дополнительно еще свой анализ и если нам это уже приемлемо и подходит мы просто выставляем аллокацию у себя в кабинете клуба и человек он просто тоже получает выбор он имеет всю информацию о проекте соответственно осознавая все риски которые несет за собой скажем просто даже инвестиции инвестиции он делает выбор стоит ему заходить в эту локацию и не стоит отводится какое-то определенное время на раздумья и соответственно человек сопоставив все это делает решение это то что касается аллокации да у людей которые сейчас смотрят это видео возможно возникает вопрос а что мешает мне например самому без вашего клуба зайти вот в эти фонды то есть я так понимаю фонды не работают с мелкими инвесторами там наверное идет сумма от скольки то вот какой порядок цифр должен быть чтобы фонды принимали и соглашались работать от трех тысяч долларов то есть я думаю что не у каждого инвестора прям есть такая сумма ну ты понимаешь и это не факт что ты прям сразу зашел заполнил форму какую-то нашел этот фонд и тебя прям взяли с распростертыми объятиями и если я правильно понимаю трех тысяч долларов ты вкладываешь какой-то один проект в один инструмент какую-то локацию да то есть по сути сам по себе как одна боевая единица может даже даже не интересен тому же фонду и и соответственно если вдруг этот проект окажется провальным ты пролетаешь на эти три тысячи долларов конечно несомненно у нас есть возможность клубе собрать пул и для этого прикинь не надо иметь три тысячи долларов мы собираем по 50 баксов и залетели согласись это намного круче когда ты рискуешь тремя тысячами ты рискуешь 50 долларов до моментально представь уменьшается риск далее тебе скажу фонды на чем еще вообще зарабатывать и почему они одних берут старых не берут потому что фонды точно также всегда продают обучение без обучения эти люди не интересны потому что ты же понимаешь они будут оставлять негативные отзывы а им нужны всегда подписчики и в конце концов этот фонд может как мыльный пузырь лопнуть поэтому они точно также занимаются тем же самым что и мы только у них нет возможности в отличие от нас это все поставить на маркетинговые рельсы то что сделали мы то есть мы по сути на сегодняшний день на рынке универсальный много кто хочет сделать то что сделали мы ну у кого-то есть просто возможность как у нас участие в локациях у кого-то из просто маркетинг game экспресс там еще что-то дан ты понимаешь воздух погонять а у нас это все объединено у нас универсальная система все скомпонована у нас автономная обучающая система держите у нас возможность принять в локациях держите у нас реальные хорошие инструменты как биржевые токены которые уже прошли именно испытательные какие-то сроки мы знаем какие-то уже фазы падения роста и уже можем что-то проанализировать держите и все качественные инструменты которые сегодня трендово появляться будут на рынке мы будем вводить просто в наш клуб наша система она позволит всегда зарабатывать не терять ну по крайней мере мы будем все для этого делать сохранять и приумножать виталий еще на биржевом токе не скажи пожалуйста какой процент мы зарабатываем на биржевом токе смотри есть разный биржевый токен токен конкретно наш ну то есть который мы взяли там есть возможность до 100 процентов годовых фарминга и это на центральной бирже еще этой же бирже есть децентрализованная платформа дэкс так называемый и там мы можем еще до 130 процентов годовых хочу зарабатывать на стейкинге еще вопрос тогда почему именно через нас будет выгодно зайти я уже об этом сказал потому что у этого токена есть партнерская программа соответственно мы как основатели по маркетингу будем получать по маркетингу тоже деньги и сто процентов вот прям до копеечки мы будем полностью отчитываться и отдавать назад в сеть вот почему через наш клуб конечно будет это сделать намного выгоднее чем просто прийти на ту же биржу зарегистрироваться начать ну скажем инвестировать тот же токен саму по себе еще и еще тогда андрей прости добавлю а почему что пока далеко от тем не ушли а виталий скажи пожалуйста продавая карты клуба тоже нас это уже просто я хотел оставить на это ну на десерт конечно ну я понимаю тебя как и ну я же понимаю когда он уже прет изнутри хочется это поделиться хорошо смотри еще один вопрос человек опять же слушает и у него возникает вопрос хорошо допустим объявили что есть вот некая локация есть возможность зайти в какой-то проект по срокам примерно в среднем на сколько нужно ждать чтобы увидеть результат смотри а локации опять же в зависимости от есть такое понятие разлок то есть когда токены размораживаются и предоставляются тебе для того чтобы их продал уже соответственно у каждой компании свои периоды разлока бывает что ты первые уже результаты можешь увидеть через два месяца а бывает что ты можешь увидеть первые результаты только через полгода давайте которые за за год отстреливаются а есть компании которые растягивают и на три года вот это все поэтому здесь уже человек сам анализирует он понимает масштабность он видит например какая команда создавала тот или иной крипто проект потому что если прям мастодон ты понимаешь например вот кто-нибудь из ripple да или кто-нибудь из там еще откуда-то человек это видит и соответственно он понимает что даже если там на два на года разлок он все равно туда зайдет ну потому что именно слишком сколько лет существуют вот эти фонды с которыми вы заключили партнерские отношения но зашли в них я тебе так скажу что сами ребята которые являются основателями этих фондов это очень медийной личности и они в интернете прям совсем давно я даже тебе скажу больше это бывшие travel блогеры то есть блогер путешественники у них миллионы аудитории и я знаю что один начал заниматься крипто инвестирование 16 года а второй начал заниматься по моему 17 или восемнадцатого я просто смешно стало надоело путешествовать решили на крипто решили что здесь это бабушка подрубить можно много чем просто путешествовать ну я же понимаю этих людей и психологию этих людей поэтому ну я их то не осуждаю тем более ко всему они подходят профессионально особенно последнее время на старте вот я за ними наблюдал да у них были какие-то ошибочки какие-то грехи ты же понимаешь когда человек развивается они останавливаются он растет и начинается все лучше лучше вот это про этих ребят они становятся скажем так все более и более профессионально вот смотри возникает вопрос вот есть понятие инвестиционного портфеля то есть эти фонды можно сказать тоже формируют определенные инвестиционные портфельера из разных там токенов монета локации и так далее если какая-то статистика например если бы мы с тобой стали партнерами этого фонда год назад вот какой результат мы могли бы получить за этот год есть есть реальная статистика конечно я тебе в любом случае предоставлю и ты сам увидишь да однозначно без статистики они бы просто не имели по сути права даже предлагать нам ну ты понял какие-то партнер но ты можешь проговорить примерно ориентировочно ну даже смотри это та же виктория виар или там сидус хиру 150 иксов дали секунду ты говори сейчас про один успешный проект а я ну давай я открою да а в целом то в целом то есть если там зашли в 50 извини проектов а 48 пролетели я тебе сейчас скажу на выстреле вот что интересует я сейчас открою нет там не два выстрела там побольше выстреливать ну вот о чем речь статистика сейчас андрей вся фишка в том что туда вообще можно зайти там от самом минимум дело в том что человек заводит на баланс сумма у него лежит приходит информация по локации он может зайти на 10 долларов 20 долларов он может свои 100 долларов на 5 проектов разделить понимаю что один выстреливший проект покрывает я понимаю но вот я поэтому и спрашиваю а какая статистика именно за прошлое время вот сейчас лучше статистика мы смотрели портфель и нас устроила почему мы хотим почему мы тоже очень хотим также ровно подождите мне надо найти просто потерял этот файлик это выставляла статистика за вроде как за все время вы смотрите ребят если подытожить то что мы сегодня обсудили так есть есть битых склад это проект с матричным маркетингом в который входят образовательные курсы на тему криптовалюты как говорит виталий качественная информация но вот когда надеюсь что у меня тоже будет шанс с ней ознакомиться и тогда я уже смать свое мнение смогу сказать то есть действительно ли но эта информация настолько полезна потому что повторю я свое крипто образование получал вот на ю тубе и в разных там роликах то есть есть люди которые умеют простым языком рассказать о сложных вещах очень много смотрел например видео о технологии блокчейн зашло мне только одно там где четко человек нет не это случилось раньше этот человек рассказывать я понял не хуже я много смотрел я очень пытался разобраться в этом плотно я когда-то за ну работал в компании которая майнила bitcoin она почти пять лет ну как равно оказалось что люди которые создавали они все равно оказались мошенниками понимаешь хотя там все было и майнинг фермы огромным там в ирландии просто глобальный бизнес понимаешь пять лет и я конечно очень плотно занимался этой компании я очень сильно поднаторел во всех этих вещах bitcoin блокчейн я всегда объяснял это все людям и ты знаешь вот на первых этапах да мне было сложно найти вот эти простые объяснения чтобы доносить это до людей чтобы меня понимали чтобы я вышел на презентацию оффлайн да рассказал и все вау класс мы все поняли мы заходим понимаешь а то когда извиняюсь человек выходит он вроде долго мусолит ты думаешь блин муть какая-то что-то там муть мутно и ты даже не знаешь может и не стоит и заходить мутно и непонятно да понятно но очень интересно короче получается еще раз значит bitx club обучающий курс на тему криптовалюты с небольшим входом 35 долларов низкий порог очень многие как мы уже поговорили многие хотят инвестировать но проблема в начальном капитале надо его откуда-то взять то есть можно начать с 35 долларов и за счет построения как раз структуры за счет активности наращивать свой капитал до получать образование параллельно и как уже потом созданный капитал постепенно как ты сказал инвестировать например вот в эти инструменты локации может и не захочет прикинь а кто-то не захочет просто зарабатывать много но как ты правильно сказал сейчас ирин а получается смотрите среди людей есть и активщики назовем так то есть люди которые готовы приглашать вот для них как раз подойдет вот это матричное направление а есть пассивщики которым вот только положи и все и чтобы оно росло и вот получается образно говоря один проект охватывает одну аудиторию а второй проект охватывает как раз другую и 2 а второй проект охватывает 2 и те которые активно заработали тоже не против приумножить и грамотном подходе и те которые вот эти диваны инвестора самое важное ребята хочу сказать если даже за 35 долларов ты получил обучение дании третьего человека в вашем этом столе вложенный средств вложи вложенные деньги тоже можно забрать и учиться и ничего не делать даже эти можно забрать самом 8 именно так все верно третья продажа или третья рекомендация идет уже возврат средств круто не забывайте что это не быть даже не личные рекомендации именно так системы где может то есть спонсор потрудиться либо снизу либо сверху это короче приходить на самом деле клевый маркетинг это реально я подробно расскажу как это работает я хоть не любитель матрицы понимали что это не страшно это вообще клево быстро и классно даже больше это вообще не страшно и это на практике уже понял именно на практике представь что даже без моего участия произошло то что она рассказывает то есть я отбил свои деньги ни одного человека сюда не позвал но я веду в обучалку с вами посидели поговорили тебе обязательно думаю что посвятить прям да но я с ириной наверное сделаем отдельная беседу как раз опыт ирины в разборе матриц сравнение маркетинга думаю будет многим полезен и интересен да ребят есть что добавить потому что мы уже по моему больше часа общая полтора уже вот то есть в целом я думаю информация полезная для подписчиков моего канала то есть кому интересно соответственно добавляйтесь чат ссылки на чат будут под этим видеороликом вот ребят если есть что добавить пожалуйста ну спасибо что пригласил нас в принципе чтобы мы попытались донести что все-таки скажем есть такие бизнес-модели которые наверное сегодня позволит людям все-таки не терять деньги самое главное знаешь не терять это очень важно дай-ка ты ну 10 лет и 10 и ты понял за 10 лет скамы 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 понятно что кто-то зарабатывает на этом ну ты понял рифоводы зарабатывают но обыкновенный инвестор в основном теряет и это 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 страшно и если честно все от этого очень подустали и прям знаешь такая даже была легкая апатия ко всему решили все таки что-то создать чтобы не терять а потом уже зарабатывать приумножать это уже следующий этап не хотел сказать да что вот нет плохих или хороших бизнес-моделей да есть грамотная просто подход к этому до видения и понимания вот и если хотя бы один человек немножко благодаря этому видео до расширит свое сознание понимание уже не зря приятно пообщались может быть дальше что-то изучать не просто вот сейчас откуда-то на голову и прилетят да я хотела бы поблагодарить андрея что пригласилась на эту встречу я буду еще благодарны и довольны если после этого видео у людей возникнут вопросы к нам и ты нас еще раз пригласить да без проблем очень много потому что мы можем стать рассуждать о разных проектах такой формат был опыт большой вы знаете у нас нет такого там вот фанатик только своего мы очень уважаем наших коллег потому что очень много успешных проектов очень много хороших лидеров если мы сегодня были вам полезно хотя бы чуть-чуть если у вас к нам есть вопросы мы будем очень благодарны на них отвечать потому что о чем мы говорим стопроцентно понимаем мы сами но получилось ли у нас это вам передать освоить у вас я это не факт такой это нормально поэтому мы будем признательны если вы задали да и андрей нас еще раз пригласить тебя в гости да сегодня смотрите получается наша беседа заметьте без всяких слайдов мы ничего не рисовали ни кружочки ни квадратики ничего да то есть как говорится широкими мазками нарисовали вот основную концепцию да естественно наверное нужно будет на следующей встрече сделать более уже детальный разбор там например какие пакеты что туда входит разобрать более детально сам маркетинг и так далее потому что люди допустим нашу беседу сейчас послушали у них много вопросов да что то они услышали там про 35 долларов ну хорошо что я получу за эти 35 долларов куда куда этом стану и так далее вот поэтому цель цель нашей беседы как раз была поговорить в общем в общих чертах а уже на следующих там беседах мы перейдем к более конкретной информации спасибо ребята за то что согласились прийти да думаю что у нас получилось живенько и мне на самом деле даже я вот ребятам говорил что вот такой формат беседы или интервью он в чем-то лучше чем просто презентация потому что вы когда на презентацию приходите там сидит человек и на слайдах там что-то рассказывает и все а так получается мы как бы обмениваемся опытом вопросы задаем и так далее то есть идет более живой такой разговор и собрание мозговой штурм так сказать да хорошо друзья спасибо большое что были с нами всем пока global star club возможности безграничны